Волосы я слегка подсушила феном и теперь мы переходим ко второй стадии. Сейчас я буду шаманить над своими кончиками волос. Волосы надо хорошо расчесать, чтобы они не собирались в плочьях, и чтобы при окрашивании кончиков они были одной длины. Волосы всегда надо расчесывать очень бережно. Если вы расчесываете мокрыми, то в принципе я вам не советую, но если вам очень надо, то надо начинать расчесывать волосы с кончиков, постепенно переходя выше, выше и выше. Если вы будете расчесывать мокрые волосы, то есть вероятность того, что волос он как кружина, он растягивается. Но когда вы растягиваете структуру волоса, то будьте готовы к тому, что ваши волосы со временем начнут просто отмирать, выпадать, и волос растянувшийся, он уже теряет свою структуру, то есть фактически вы его убиваете. Конечно же я не буду использовать весь бутылек, так как мне необходимо совсем граммульку, чтобы окрасить мои кончики, поэтому я буду смешивать в отдельной пиалке. Собственно говоря, так как мы не будем всю жижу использовать, я скорее всего ее оставлю на подкрашивание через пару месяцев, смотря какой будет результат, захочется ли мне потемнее или освежить. Но мне теперь на глаз придется выдавливать. Получимый кондиционер. А как непонятно, третий кондиционер свершивать или нет? Потому что не поймешь, в одних красках какое-то масло лежит, которое мы в первой части сами видели, то есть три ингредиента надо вместе смешивать, а здесь как-то непонятно. И нет, челку я делать не буду, так как челка сильная серезна вокруг моего лица, может сделать меня и вибридной, мне так кажется. Хотя посмотрим, я немножко похожусь точками, а там не будет видно. Для того, чтобы исполнить в своем исполнении то, что я хочу сделать, мне надо наклонить волосы вперед, так как я делаю не в салоне мастеров у меня, которые проверят мои зад волос, нет. Значит я буду делать привычным мне способом, который я уверена на 100% действует. Поехали. Первое, что надо сделать, это хорошенько зачесать волосы вперед, чтобы они в силе и сервисе были абсолютно ровно. Так как я сама ухаживаю за своими волосами, поэтому я знаю точку среза, я знаю, где закачиваются волосы, поэтому я знаю, в какой угол мне нужно зачесать волосы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь я и Тюборок, маленький Юникой. Краска уже начала давать свет, я просто беру и окунаю в кончик. И начинаю бумаги. Из всего, что есть. Так как кончик у нас должен быть самым-самым насыщенным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Краску на 20 минут. Итак, время прозвенело. Я только обнаружила, что цвет моих кончиков практически соответствует моей шторке в ванной. Время смывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я получила именно то, чего я хотела. Слегка повыше спереди, так как идет акцент на лицо и на вещи. На цветовую гамму вещей, которые я буду носить. И также слегка на задние кончики. А сейчас мы перейдем к третьей главе нашего палета, которая будет говорить нам о безопасности, о лечении волос, так как каждая краска, несмотря на всю красоту, которая получается после, все равно портит волосы. Поэтому в третьей части мы с вами будем делать маски.